Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Луки. Глава 4, стихи с 37 по 44. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Глава 4, стихи с 37 по 44. Привождаху их к Нему. Он же на единого кайгожда их рутся возложь, исцеляша их. Исхаждаху же и беси от многих, вопиюще и глаголюще. Яко Ты, Иси Христос, Сын Божий, и запрещая, не даяши им глаголати, Яко ведиху Христа самого суща. Бывшу же дню, исшет, иди в пустоместо, И народе искаху Его, и приидоши к Нему, И удержаваху Его, дабы не отшел от них. Он же рече к ним, як и другим городовом, Благовеститим и подобает Царствие Божие, Яко на сепослан есмь, Ибе проповедая на сонмищах галилейских. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке, и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, Приводили их к Нему. И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком, И говорили, Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им, И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, Ибо на то я послан. И проповедовал в синагогах галилейских. Выйдя из синагоги, Господь вошел в дом Симона Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща же Симонова была одержима сильную горячкую, и просили его о ней. Чудо исцеления, которое совершает Господь, описывается довольно кратко. Никаких подробностей, никаких слов, с которыми Христос обращался бы к ученикам или самой тещи, нет. Нам неизвестно даже имя этой женщины, Но мы знаем, что Господь исцеляет ее от горячки, В которой она находилась, по-видимому, довольно продолжительное время, следующим образом. Подойдя к ней, Он запретил горячки и оставила ее. Блаженный Феофилакт пишет, «Не просто исцеляет ее от болезни, Но придает ей крепкое здоровье и силу для служения. Если мы примем его, он угасит на нашу горячку, Горячку гнева и нехотения, И восставит нас так, что мы в состоянии будем служить Ему, То есть делать Ему угодное». Это событие говорит о следующем. Во-первых, о постоянной готовности Господа служить людям. Мы видим, что как только Иисус покинул синагогу и вошел в дом Симона Петра, Он столкнулся лицом к лицу с человеческим страданием. Господь не стал говорить, что устал и что Ему нужен отдых, А продолжал служить без слова недовольства. Во-вторых, о том, что Христу не нужна была толпа народа, Чтобы творить чудеса. Многие люди с готовностью делают на глазах толпы то, На что у них нет ни времени, ни желания, Если это касается отдельных людей. Господь же был готов проявить всю силу и власть в простом доме, Вдали от падкой на чудеса толпы. И, наконец, в-третьих, очень важно обратить внимание на то, Что, как только теща Симона Петра выздоровела, Она тотчас встала и служила им. Не ожидая, что люди станут делать что-либо для нее, Она сразу начала готовить пищу и служить своим родственникам и Иисусу Христу, Потому как осознавала, что вновь обрела здоровье для того, Чтобы служить ближним. Конечно, исцеление тещи Симона произвело настолько сильное впечатление на жителей города, Что при захождении же солнца, Все имевшие больных различными болезнями, Приводили их к нему, И он, возлагая на каждого из них руки, Исцелял их. Как мы видим, Господь своей божественной силой Исцеляет всех имевших различные болезни. Сколько добрых дел совершает он, призывая и нас всю жизнь учиться добру. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Таким образом, Господь научает и нас поступать так. Даже в самые трудные моменты жизни всегда пребывать с Господом, молиться, И в то же время помнить, что молитва должна подготовить нас к тому, Чтобы понести немощи других людей, Как это сделал он сам. Архиепископ Аверки Таушев замечает, Как человек Христос Спаситель, Сам страдал от изнурения сил вследствие стольких трудов. И в этом так же смысле можно сказать, Что он взял на себя наши немощи и понес болезни. Как мы видим, Господа с любовью принимают в Капернауме. Но он должен идти дальше, чтобы благовествовать и в других селениях, Дабы явить им милость услышать слово Святого Евангелия. Каждому из нас, дорогие братья и сестры, Господь дает силу и здоровье по мере нашего соучастия в жизни других людей. Но когда Бог видит наше стремление ко благу, Он приумножает свою благодать, Посылая исцеление от наших недугов В надежде, что наша жизнь обновится, И мы употребим этот дар более чем когда-либо на служение Ему И окружающим нас людям. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok